Это вот асфальт. Вот он. Вот они все. Они приехали, вот это вот зрение. И после этого, после этого здесь такое облако пылище стояло. Разбросанная по обочине щебёнка следы ремонта, который провели всего полторы недели назад. Строительный камень на улице 2-я, светлая, скорее как элемент декора. Местные жители задаются вопросом, кто виноват. Сотрудники дорожных служб, которые выполнили свою работу мягко говоря, недобросовестно или вышестоящие лица. В любом случае, ремонта для галочки хватило ненадолго. Приехала машина. Они привезли две или три машины. Отработанный асфальт, снятый где-то на дороге. Они всё это дело заложили, все вот эти ямы. Но, как видите, они стали ещё больше. Потому что мало того, что щебёнка летит на машины. Я уже, кстати, имел здесь несчастье пробить колесо. Состояние дороги сильно бьёт по карману водителей, кому приходится проезжать здесь каждый день. Объехать столько ям, не попав ни в одну, практически невозможно. Поэтому некоторые выбирают альтернативные виды транспорта. Вот смотрите, мы как ездим. Я чаял раз, только два раза в день здесь ездю. А маршрутки, как здесь ездят, по несколько раз. Я бы на их месте вообще сюда не ездил бы. Забастовку объявил бы, не ездил бы сюда. Это что, с бардаком. Не успел. Они только эти амортизаторы меня социальным блоком на рессорах. Что это такое? Немногие, проживающие в домах на Второй Светлой, могут вспомнить, когда последний раз здесь проводили капитальный ремонт дороги. Ольга Леонидовна живёт в этом районе уже более 50 лет. Говорит, за всё это время на своей улице дорожников и спецтехнику наблюдала лишь однажды. Я родилась и выросла здесь в согласии. И вот только раз помню, что 11 лет тому назад вот эта улица была асфальтирована. Но была асфальтирована очень в маленьких масштабах. Ни тротуаров, ничего не сделано. И сама ширина дороги была три метра. Ну три, не больше. Местные говорят, что не раз обращались в различные инстанции. В департамент ЖКХ Пензы, в управление ЖКХ региона, в администрацию железнодорожного района, мэрию. Результатов пока никаких. Между тем, жители уже опасаются за свою жизнь и жизнь своих детей. Мы здесь каждый день ездим. Утром и вечером. Это что такое? Даже страшно. Автомаршрутка вот сюда заезжает и вот так наклоняется. Это вот что за безобразие? И это безобразие. И такого нигде нет, как у нас здесь. Здесь жилой комплекс. Здесь бегают дети. Эти гоняются. Здесь надо поставить знаки, поставить пешеходные дорожки сделать. Ну в конце концов, мы в 21 веке живём. Здесь надо какой-то цивилизацией быть. Это вообще забытый богом уголок. В департаменте ЖКХ Пензы не отрицают. На второй светлый пора проводить капитальный ремонт. Специалисты обследовали проезжую часть, определили виды и объёмы работ. Реконструкцию должны провести в рамках одной из трёх действующих программ, предусматривающих ремонт уличной дорожной сети Пензы. Первая программа – это в рамках программы «Безопасные и качественные дороги России». Вторая программа – модернизация реформирования жилищно-коммунального хозяйства города Пензы. И третья программа – по наказам избирателей. Исходя из того, какие объёмы денежных средств будут выделены на финансирование той или иной программы, и будет размотана возможность включения, то есть возможность проведения ремонта данной дороги, дороги по улице Светлая-Вторая, в рамках одной из трёх программ. По подсчётам экспертов департамента ЖКХ, стоимость предстоящих работ – почти 3 миллиона рублей. Но эта цифра может измениться, ведь пока ремонт дороги на второй светлый не предусмотрен ни на этот, ни на следующий год.